Всем еще раз добрый день. Мы начинаем. Я приветствую вас на сессии технологии для массового рынка. Эта сессия посвящена гаджетам, носимым устройствам, дополненной реальности, мобильным приложениям и всему, что связано с этим. Сегодня у нас будет участвовать 15 проектов. Из 13 городов и из трех стран мира. Поэтому прошу вас проявлять терпение, уважение и слушать наших конкурсантов. В жюри у нас очень сегодня представительные люди собраны. Это представители из компаний, это представители венчурных фондов, бизнес-ангелов, в том числе технологические эксперты мирового уровня. Отдельно в этой сессии будет присутствовать две номинации, которые не включены в общую программу. Это номинации компаний Intel. Эта компания с начала 2014 года анонсировала специальную программу для разработчиков интернета вещей и носимой электроники. Свою программу, которая называется Interval Developer Program Nomination. И в рамках нашей пич-сессии пяти компаниям мы отдельно вручим вместе с компанией Intel призы, которые будут состоять из платы Galileo и плашета Delvenu 8. Соответственно, награждение будет проходить на главной сцене завтра в 6 часов. Отдельно с партнером компании Сбербанк Технологии мы анонсируем номинацию, которая называется Technologies in Pocket или технологии в кармане. И в рамках данной номинации компания Сбербанк Технологии выберет один проект в качестве приза. Это будет Google Glass. Я думаю, что без девушки. Формат работы быстро, кратко. У нас 4 минуты на презентацию, 3 минуты на Q&A и следующие критерии оценки для жюри. У вас рознаны оценочные листы, 5 критериев, максимум 3 балла по каждому из критериев. Соответственно, после нашей пич-сессии выбирается один победитель, который выходит в финал и который будет завтра на главной сцене выступать. Все, мы начинаем. И я приглашаю на сцену проект, который называется… Сейчас, минутку. У нас там была задержка с проектом FING, который вроде бы как только пролетел в Москву. Поэтому мы приглашаем на сцену проект Octodon из Екатеринбурга. Инновационная полнофункциональная компактная клавиатура, которая позволит быстро выводить данные в мобильные устройства. Вы здесь. Отлично. Приветствуем Octodon. Да, да. Пожалуйста, мы вам дали больше секунды. Я Евгения Фонесса из Octodon. Расскажу вам о нашем видении будущего. Поднимите руки, кто использует смартфоны или таблетки, или планшеты. Вы все сегодня используете носимые устройства. Сегодня они заменяют лаптопы, как лаптоп заменили. Сейчас они доминируют. Есть проблема работы с текстом. 25% владельцев имеют эту проблему. Сегодня все считают, что клавиатура смартфона должна быть заново изобретена. Мы хотим изменить правила игры. Мы должны... Как мы... Вот у нас есть решение. Octodon предложил свою клавиатуру. Это вот... У нас есть элементы. И этих 18 вводных элементах могут быть использовать европейские алфавиты. То есть это все в кармане умещается. И мы можем писать на этом. Журналисты могут писать. Бизнесмены могут работу. Студенты могут использовать. И нет. Не нужно... Octodon исключает такие трудности, как подзарядку. Также, так сказать, это позволяет работать и слепым. Сейчас мы используем лишь два пальца. А здесь на Octodon можно использовать все пальцы. Где-то будет 400 ударов в минуту скорость. И это, значит, приличная скорость нормального контура. Значит, продаются много этих единиц техники. Если 10 тысяч пользователей купят нашу клавиатуру, это будет очень хорошо. Наш рынок, всемирный рынок, наш основной рынок США. Поэтому у нас имеются прототипы, так как они не тяжелые. У нас есть также приложения в США. Быстро постигаются, как можно печатать на этой клавиатуре. Все меняется быстро, но нужно очень быстрые устройства, такие как Octodon. Octodon. Наша команда может решать все эти задачи. И мы также имеем консультантов из Португалии и из США. Сейчас мы хотим 300 тысяч в качестве инвестиций собрать для того, чтобы провести работу по проектированию и по предпродажной подготовке. Не для того, чтобы, так сказать, начать продаж, но также создать сообщество, которое будет дальше распространять. Затем мы будем создавать партнерство, создать с Logitech, с Samsung начали работать. Также мы, работающие на Octodon, можем поделиться с вами своими эмоциями, которые у нас возникли. Спасибо за внимание. И, так сказать, я дам вам наши прототипы, вы можете их распользовать и готовы отвечать на ваши вопросы. Для всех вас вот это реальное устройство, вот для таблетки, старый, так сказать, планшет этой образца, вот, что-то. Вопросы? Алексей Николаев, корпорация Intel. Спасибо большое за интересную, очень эмоциональную презентацию. Вы упомянули, что у вас есть некоторое количество предзаказов. Можно ли вот эту тему чуть-чуть развернуть в терминах того, сколько вообще людей посетило ваш сайт, сколько из них сделало этот предзаказ? В каком он количестве и, скажем, сколько вам стоило привлечь привлечь одного человека для совершения предзаказов? Несколько. Спасибо. Вам спасибо за вопрос. Дело в том, что мы завели блок компании на сайте Хабр-Хабр. Ну просто цифры, цифры. Да, нет. Дело в чем. У нас… Не цифры, только цифры. Я поняла. Окей. У нас был вопрос, согласно нашей… То есть по цифрам. Количество заказов… Окей, окей. Окей. Мы не делали рекламы. От слова «совсем». Цифры, пожалуйста. Окей. Окей. Из двух тысяч… Из двух тысяч… Тысяча примерно выражает желание купить. Примерно из них 700 среди первых. И 300 потом… 350 потом тех, кто… А чем это желание подтверждено? Ну у нас есть вот именно форма предзаказа на сайте. Кнопочку нажали? То есть денег не платили? Нет. Мы не собирали пока деньги, мы не знаем, как это реализовать. Спасибо. Следующий вопрос. Окей. Окей. Вы прошли вот эту кривую изучения. То есть как вот это… Как вы решили вопрос? Мы уже прошли этот, так сказать, момент 200 ударов в минуту. Мы зашли скорость. Это 6-7 часов использования этого гаджета. Дают такую навыки. Вот. Это где-то потребуется определенное время. При нашем устройстве вы используете просто это устройство. И вы обучаетесь, увеличите свою скорость. Таким образом проходит ваше обучение. Вам требуется… Вы можете начать печатать. Вы попробуйте. После где-то часа-двух у вас будут автоматические навыки, поскольку это механические навыки. Нам не нужно так запоминать там ничего. И где-то через 7 часов вы будете достаточно бегло это. И так сказать… Все, большое спасибо. Время закончилось, к сожалению. Следующий проект. Привет. Приветствуем. Компания Octodon Екатеринбург. Следующий проект – это Dressformer. Это плагин для интернет-магазинов, позволяющий пользователям примерить 3D-модель одежды из своего 3D-авадара перед покупкой. Приветствуем. Компания Dressformer. Уважаемые коллеги, добрый день. Прошу прощения. Рада всех приветствовать. Прежде чем я начну свою презентацию, меня зовут Алина. Вопрос к аудитории. Скажите, кто когда-нибудь покупал одежду в интернет-магазинах? Настоящий венчур. Это реальные венчуры сидят, потому что это реально рискованное дело. Вы никогда не знаете, что вы получите в итоге. Итак, собственно, вы мне помогли продемонстрировать мой первый слайд. Действительно, 42% покупок, которые были сделаны в интернет-магазине одежды, возвращаются. Почему так? Да потому что вы получаете кота в мешке. Вы не знаете, что вы получите. Не знаете, как это будет сидеть. Не знаете, какой размер он подойдет. И вообще, сядет ли на вас эта вещь. Что мы предлагаем? Решение очень простое. Мы предлагаем плагин. Это такая кнопка «примерить», которая встраивается в любой интернет-магазин или в страницу, любую веб-страницу. Нажав на нее, вы видите, как одежда сидит на трехмерном двойнике. И самое важное, самая фишка. Вы можете этого двойника настроить под себя. Вводите свои параметры тела. Там для идеальной женщины это 90-60-90-й рост. И видите, как одежда будет сидеть на вас. И главное, вы можете примерить разный размер. Вы можете спросить у своей подруги из социальных сетей, а как ты думаешь, подойдет мне это или нет. Вы можете примерить одежду у своего мужа или сделать подарок для своей девушки. Это очень удобно. Собственно, в чем фишка технологии? Технологичность и инновационность заключаются в том, что мы максимально автоматизируем процесс получения 3D-моделей. Это очень важно, потому что мы планируем выйти, и мы уже выходим сейчас на масс-маркет. Это значит, что это очень большие объемы, и мы должны делать много 3D-моделей, которые будут точно совпадать с геометрическими размерами одежды. Мы используем для этого либо две фотографии, сделанные специальным образом, либо лекала. Когда мы работаем с производителями, это становится возможно. И второе наше инновационное составляющее — это физическая симуляция ткани, которая позволяет в реальном режиме времени посмотреть, как одежда будет сидеть на произвольном манекене, на произвольном 3D-аватаре. Для брендов и ритейлера выгоды очень простые. Мы значительно снижаем количество возвратов. Это порядка 10-10%. Увеличиваем продажи, особенно кросс-продажи. Я еще не отметила, что если вы померили, например, блузку, вы легко можете сочетать с ней, как будут смотреться штаны или обувь. Это позволяет сделать покупку одной кнопкой. Это очень важно, это повышает кросс-продажи. Соответственно, мы собираем аналитику, что, например, блондинкам больше нравятся красные платья, а брюнеткам больше нравятся, не знаю, свободные или черные вещи. Соответственно, с помощью этих инструментов вы можете сделать уникальную персональную рекламу. Можете сотрудничать с брендами. Это российские и американские бренды. Собственно, мы уже видим показатели в том, что выросла конверсия с нашей кнопкой у Киры Пастинной на 5%. В апарте увеличились кросс-продажи на 20%. И американский магазин теперь продает больше. Наша бизнес-модель. Мы взимаем оплату за создание 3D-моделей одежды разово за одну модель и subscription за количество примерок. Теперь представьте рынок. Мы в первую очередь выходим на американский рынок. В абсолютных цифрах сейчас рынок порядка 65 миллиардов долларов. Это онлайн-торговля одеждой. Но помимо этого у нас еще есть порядка 250 миллиардов, миллионов пользователей. Соответственно, где-то примерно 20% из них делают покупки в интернете. И представьте, что даже если мы берем по одному центу за людей, которые сделают примерки, и мы берем только 10%, чтобы люди будут пользоваться, мы уже имеем 50 миллионов в год прибыль нашей компании. Соответственно, это очень хорошие цифры. Важно, что сейчас рынок довольно свободен. То есть конкуренция сейчас реально маленькая. Сейчас мы имеем реальный шанс выйти на тот рынок, который… Спасибо. Время закончилось, к сожалению. Конкурентов пролистаю. Основные преимущества я сказала. Тут я хотела бы показать сравнение 3D-моделей и реальных предметов одежды. У нас сильная команда. Собственно, у нас есть инвестор на стадии СИД, который в нас инвестировал. Это известный бизнесмен, который выводил несколько брендов на российский и американский рынок. Соответственно, наши разработчики программировали МИГи, симуляцию пополетов МИГов, это истребители. Так что с командой у нас в целом все очень хорошо. И сейчас мы поднимаем раунд A на 4 миллиона. Для вас это хорошая возможность, потому что через пару лет наша компания будет стоить уже не 15 миллионов, а порядка 100. Это минимум. Спасибо. Спасибо. Вопросы у жюри? Пожалуйста, вопрос. Два слова о конкурентах. Чем вы лучше, чем вы отличаетесь? Да, значит, какие сейчас есть технологии конкурента? Значит, есть в принципе четыре типа технологий. Это дополненная реальность, роботы для примерки, наложение двух изображений поверх одно другое и профессиональные инструменты. Значит, сразу скажу, что по поводу дополненной реальности. Здесь вам не нужны никакие дополнительные девайсы. Вам не нужна веб-камера. Вы можете с любого устройства, своего там мобильного или айпада, сделать эту примерку. Вы можете сделать это на работе, когда на вас не смотрит шеф. Это очень важно. Роботы. Роботы — это дорогостоящая вещь. То есть этот робот — это физический объект, который регулируется под параметры тела. На него одевается одежда, и пользователю высылается картинка. Для элитного, для люкс-сервиса, фэшн — это хорошая идея, это супер, потому что, ну и так, правда, это очень круто выглядит, но это реально очень дорого, и для массового сектора это невозможно, потому что, ну, вы не можете там для 100 пользователей сделать фотографию каждого, как он будет смотреться в этом роботе. Наложение одной картинки поверх другой позволяет только сочетать некий образ, ну, понять, как Майкл смотрится со штанами, но никак не говорит о том, какой размер, как он будет сидеть. И, соответственно, профессиональные инструменты, собственно, это наиболее как бы близкие к нам конкуренты, Optitex Cloud 3D, которые позволяют на основе выкроек дизайнерам разработать, как будет выглядеть 3D-модель одежды. Но, соответственно, эти инструменты довольно сложные, и это именно для специальных людей, кто занимается раскройкой, и, соответственно, для массового сегмента опять это довольно недоступно. Вот, поэтому, собственно, какие advantages у нас есть? Это физическая симуляция, то есть можно посмотреть, как размер сидит, и автоматизация технологии, простое создание 3D-предметов одежды для пользователей. Спасибо. Буквально 10 секунд вопрос. У меня вопрос такой. Как быстро вы можете создавать новую модель одежды, и может ли это пользователь делать это дома для своего собственного гардероба с тем, чтобы понимать, с чем сочетается? Спасибо за вопрос. Для простых предметов одежды, майки, джинсы, водолазки, полосы, это делается все автоматически, софт делает за порядка 2 минуты обработка. Для более сложных предметов одежды, например, как у меня комбинезон, который имеет какие-то нестандартные выкрики, занимает порядка 10 минут один предмет одежды. Спасибо. Приветствуем. Спасибо большое. Следующий проект. На сцену приветствуем компания BikeDefend. BikeDefend – это защита велосипеда от угона и поиск велосипеда, если этот угон произошел. Добрый день, уважаемые. Я Тимошенков Никита, я CEO в компании BikeDefend. Мы делаем устройство и систему, позволяющую узнать о моменте угона вашего велосипеда. Поднимите, пожалуйста, руки те, у кого есть велосипед, кто им активно пользуется. Хорошо, спасибо. Кто сталкивался с проблемой угона? Угоняли у вас или у ваших близких непосредственно? Хорошо, спасибо. Итак, проблема как раз-таки состоит в том, что велосипеды угоняют. И тросики, и велозамки современные, они не дают надежной защиты от угона и не позволяют узнать о моменте угона. В мире, по официальным данным, угоняют ежегодно от 800 тысяч до 2 миллионов велосипедов. То есть это огромная цифра. Проведенный нами опрос показал, что 77% опрошенных велосипедистов вообще беспокоятся о том, что их велосипед могут угнать и стараются даже не оставлять его не под присмотром. 66% опрошенных знают о том, что угоняли у их близких или сталкиваются непосредственно с угоном. Наша целевая аудитория – это владельцы спортивных велосипедов, которые хотят защитить свой велосипед от угона. Наше решение – это устройство, непосредственно сигнализирующее от угона вашего велосипеда. Это прототип. Сейчас готовится опытная партия. Мобильное приложение для трекинга, которое устанавливается на ваш смартфон. И сигнализирует вам о угоне вашего велосипеда или попытке угона. И отображает его текущее местоположение на карте. То есть даже если его угнали и вы не успели вовремя среагировать, он покажет вам, где ваш велосипед, в каком районе его искать. И также это веб-сервис для хранения и анализа треков. Сейчас российский рынок противоугонных устройств для велосипедов составляет 115 миллионов долларов. Он распределен следующим образом. То есть 40% – это велозамки и цепи, 55% – это стандартные тросики в районе, и 5% – это другие средства защиты. То есть там люди уже что-то более серьезное, массивное придумывают. Мы за 5 лет планируем занять 5% этого рынка. О, сработало. Велосипед угнали? Нет, это один из приборов просто сработал, мы тестируем сейчас. Наши ключевые прямые конкуренты – это Integrated Trackers. Их недостаток в коротком времени работы батареи и нет мобильного приложения. Также это Lock8. Он хорошо заметен на велосипеде, его можно сломать, то есть и угнать ваш велосипед. И BikeSpike – это незаметное устройство, но у него очень короткое время жизни батареи. Его надо часто подзаряжать. Мы отличаемся от конкурентов длительным временем автономной работы, около одного месяца. Можем работать без сигнала GPS, то есть осуществляем навигацию по сигналам сотовых вышек. И предоставляем сервис для хранения и анализа треков. Что такое? Заминочка вышла. Ладно, пусть играет. Наша модель монетизации – это продажи вместе с новыми велосипедами. Также с велосипедами, продаваемыми в кредит. Стоимость BikeDefend сейчас составляет 120 долларов. Старт продаж в июле 2014 года. Наша команда – Шахтин Андрей, занимающийся разработкой мобильного приложения. Занимающийся разработкой мобильного приложения. Канашонкин Александр, занимающийся разработкой электроники. И я, Тимошенко Никита, занимающийся менеджментом, дизайном и тоже разработкой. Мы имеем большой опыт в разработке электронных устройств на рынке аутсорсинга. И сейчас решили выпустить свой продукт. Мы ищем человека, который поможет нам с продажей наших устройств и выводом их на массовый рынок. Спасибо. Уже сейчас вы можете оформить заказ на свой BikeDefend на нашем сайте bydefend.com. И ваши вопросы, пожалуйста. Вопрос. Сергей Ремин, Microsoft. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете свой реальный рынок? Вот не тот рынок вес велосипедов, да, рынок тех велосипедистов, которые будут покупать ваше устройство. Оно дорогое, очевидно, что это только дорогие байки. Допустим, решение от Integrated Trakers на российском рынке стоит 8000 рублей. То есть мы в два раза дешевле. Мы оцениваем это хорошо, то есть у нас уже есть некоторое количество предзаказов, учитывая то, что сайт запустили мы неделю назад. За 8000 покупают хорошо, на велофорумах организуют совместные покупки и так далее. То есть там по несколько человек сразу в различных темах. Спрашивают объем рынка. Количество. Объем рынка, если 5% от 115, это 5,5 миллионов долларов. То есть это идея, что вор не знает, что на этом велосипеде стоит устройство, да? Спасибо за ваш вопрос. Вор не знает, что это устройство установлено на велосипеде, потому что оно внешне незаметное. Уже даже в варианте прототипа оно не отличается от стандартного велосипедного фонаря. Еще вопросы, пожалуйста. Время много еще. То есть, чтобы снять это устройство, мне нужно просто оторвать этот фонарь? Нет, это прототип. Партию мы выпускаем металлический корпус с болтами специальными. То есть без спецключа его не снять. Окей. И вопрос по рынку. В штуках бы хотелось бы узнать. Во-первых, сколько угоняется великов и сколько штук, например, там Integrated Trakers продали. В штуках, не в деньгах. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Точных данных о том, сколько продали Integrated Trakers у меня нет, потому что они таких данных не дали, когда я к ним обращался. А велосипедов только в Томске за начало велосипедового сезона уже угнали 15 велосипедов. Начало велосипедового сезона в Томске началось буквально месяц назад. Еще вопросы есть у жюри? Вопросов нет? Большое спасибо за выступление. Приглашаю на сцену компанию FINGA из Краснодара. FINGA is a free mobile application that enables you to create a unique interior of your townhouse in a few minutes. Меня зовут Александр. Я пришел показать вам нечто необычное и крутое. Это FINGA – приложение для визуализации предметов интерьера, экстерьера, в частности мебели, в реальном пространстве. Мы провели небольшое исследование и нашли проблему, которая волнует порядка полтора миллиона семей ежегодно в нашей стране только. Проблема она вот такая. Мы когда приходим в магазин и видим, например, диван, один, второй, третий, нам они нравятся. Но мы не можем представить, как они будут выглядеть у нас дома. И поэтому мы сомневаемся, тратим много времени и нервов. Эти сомнения заставляют нас уходить из магазина. И продавцы мебели теряют своих покупателей. Мы посмотрели, какие решения сейчас есть на рынке, чем сейчас пользуются. Последние годы пользовались покупатели. Они пользовались печатными каталогами, которые раздают им продавцы. Они пользовались скетчами и различными веб-сайтами. Мы заходим в веб-сайт, чтобы посмотреть какая-то мебель. Наша цель – помочь пользователям сделать правильную покупку в считанные секунды. Мы реализуем это с помощью технологии дополненной реальности. Все очень просто. Вы должны прямо сейчас скачать приложение, запустить его на своем мобильном устройстве, выберите понравившиеся модели и просто расположить их в реальной обстановке интерьера или экстерьера. Сохраните эту фотографию и посмотрите, как будет выглядеть. То есть привыкайте к образу вашего будущего интерьера. Рынок. Мы оцениваем рынок в 8,5 миллионов долларов до 2008 года, который можно попробовать захватить. Это только рынок мебели в России. Также мы сейчас уже получили два контракта буквально месяц назад с крупнейшими поставщиками и производителями бассейнов в стране. Лимпед Пулс, Компас Пулс и Франмер. Пробуем себя на рынке бассейнов и стремимся на другие рынки, такие как Ювелирка и остальные рынки. У нас, естественно, есть конкуренты в дополненной реальности. Вот их список. Они преимущественно из-за рубежа. И какие мы видим наши преимущества? Мы делаем, и это уже оценено было на выставке в Милане, айсалоне и на других крупных мероприятиях, высококачественную визуализацию. Также мы разработали систему по быстрому и очень дешевому созданию 3D-моделей. И предоставляем мы очень дешевый сервис. То есть людям не нужно тратить время, компаниям не нужно тратить много времени на то, чтобы принять решение работать с нами. Наша бизнес-модель простая. Это подписка, то есть лицензия, лицензионные сборы ежемесячно на то, чтобы разместить в нашем приложении мебель своей компании, мебельной компании, либо создать white-лэбл приложения. То есть в следующем году мы собираемся сделать огромную 3D-биржу, чтобы различные 3D-визуализаторы со всего мира могли быстро делать модели для нашего приложения. Также мы делаем веб-каталог и маркетплейс. По финансовым показателям, по показателям продаж у нас планы 2016 года получить 550 кастомеров, то есть мебельных компаний, бассейнов в качестве клиентов. И тут плохо видно, 3,2 миллиона, то есть 3 миллиона долларов выручки. Здесь мы для того, чтобы привлечь новый раунд финансирования, мы хотим получить 500 тысяч долларов, преимущественно для того, чтобы создать команду продажников и заниматься активными продажами в Европе и в США, потому что там огромный рынок. Спасибо, время закончилось. Я думаю, что можно в режиме вопросов и ответов. Кого видите своими клиентами в первую очередь? Производители мебели или ритейлеров? Спасибо. Мы долго тестировали, кто лучше идет на контакт с нами, производители или ритейлеры. И ответ и те, и другие, потому что у производителей большие торговые сети, то есть собственные торговые сети и дилерские сети. Ритейлеры, то есть дилеры, они точно так же интересуются и у нас тут разницы какой-то нет. Другое дело, что именно бассейны и экстерьеры, то есть мы начинали с мебели, но вот последние два месяца очень быстро у нас заключились контракты с компаниями, продающими бассейны и различные предметы экстерьера именно, а не интерьера. Вопрос такой, а где клиенты, конечные пользователи используют ваше устройство у себя дома или в магазине? И как быть со сложной мебелью, которая состоит из нескольких элементов, которые надо соединить вместе, или есть возможность их перегруппировки? Сейчас у нас в App Store приложение, в котором можно разместить на сцене несколько моделей, то есть делать гарнитуры. Также через пару недель мы выпускаем новую версию, с помощью которой вы можете сфотографировать комнату, строится моментально 3D-модель этой комнаты, и там вы просто уже сидя расставляете мебель. То есть смысл в том, чтобы именно продавать интерьеры, гарнитуры, и мы идем к тому, чтобы создать в несколько кликов весь интерьер. Как это будет происходить, то есть будут ли этим пользоваться люди просто, которые скачали из интернета приложение, мы это делаем сейчас. Несколько компаний заявили желание не выкладывать в App Store открытую версию, а сделать финго инструментом для продажников. То есть, например, менеджер, который продает бассейн, он приходит, фотографирует на участке человека бассейн и отправляет ему фотографию, и человек уже не идет к конкурентам, он уже смотрит на образ и привыкает к нему, и уже делает заказ дизайн проекта полный. На сегодняшний момент порядка 200 тысяч скачиваний приложения. Это с января. Такой вопрос отсюда. Вот по поводу конкурентов. Я помню, в году в 2008-2009 на конкурсе BIT была команда вот прям один в один, как у вас, разве что. То есть бизнес-модель все прям на 100% повторялось. То есть в России такой проект уже был, и он не взлетел. При этом на Западе, как вы сами сказали, у вас конкуренты есть, уже есть достаточно давно, а вы при этом говорите, что вы собираетесь идти в первую очередь на западный рынок. Вот таки поясните, какая у вас стратегия именно борьба. Стратегия… Как вы конкурируете? Стратегия простая. Мы отрабатываем наши гипотезы на местном рынке, вплоть до того, что в Краснодаре. Начинаем с малого. Точно так же мы работаем в России, то есть с самыми крупными компаниями, такими как 8 Марта, Пуше и так далее. Но побывав на выставке в Милане и увидев интерес именно европейских компаний и зарубежных, особенно американских компаний и мексиканских компаний, мы понимаем, что развиваться нужно именно глобально. Потому что некоторой компанией… Была месяц назад выставка iSaloni в Милане, и мы приехали и показали им. Некоторые крупные компании, которые торгуют по всему миру, сказали, мы уже это попробовали с одним из конкурентов. Буквально два предложения и заканчиваем. Да, и нам как раз таки не понравилось качество визуализации, интерфейс. То есть там примитивное приложение с дополненной реальностью, с непонятными моделями. И они сказали, давайте работать, потому что нам понравилась ваша презентация, интерфейс и так далее. То есть мы целимся, естественно, на мировой рынок, но начинаем с России. Спасибо. Спасибо. Если будут какие-то вопросы, я могу продемонстрировать. Вы скачайте приложение прямо сейчас и попробуйте, вам понравится. А вы раздаете промокоды. Отлично. Я приглашаю на сцену следующий проект. Компания Радар. Ребята из Казани. Умное андроид-приложение для водителей с распознаванием дорожных знаков, видеорегистрации и навигации с дополненной реальностью. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Добрый день. Меня зовут Марат. Мы представляем проект Радар. Мы с Женей водители. Рискну предположить, что среди вас тоже много водителей. Мы, как многие, использовали в своей жизни различные гаджеты. Видеорегистратор, который только пишет видео, но никак его не анализирует. Навигатор, который всегда имеет устаревшие карты и непонятные подсказки. Через 200 метров поверните направо. Я на глаз не отличаю, 50 метров или 200. Или держитесь чуть правее. Вчера нам это чуть правее. Вместо центра мы уехали в область по платной дороге. Это антирадар, который пищит на заправках, но не определяет современные камеры, потому что они уже не могут их засекать. Мы подумали, что сейчас практически у каждого водителя есть смартфон, умный телефон. Но служит он в основном для отображения информации. Мы же хотим заставить его эту информацию собирать. Что мы делаем? Радар — это мобильное приложение для водителей, которое на данный момент в реальном времени распознает дорожные знаки и предупреждает водителя о зоне их действия. Также видеорегистрацию осуществляет. Вот как это работает. Мы предупреждаем, когда приезжаем с автосистементом, на дороге, предупреждаем, где нельзя останавливаться в зоне действия знака. Остановка, парковка запрещена. Знаки направления движения. Предупреждаем, когда мы превышаем скорость. Предупреждаем при подъезде к пешеходному переходу. Знаем знаки обгон запрещен, зону действия их. Также мы можем работать в фоне. То есть каждый запускает ту навигацию, к которой он привык. Яндекс.Навигатор, Navitel и так далее. А мы поверх них просто предупреждаем о знаках. Это то, что есть сейчас. Что будет дальше? Дальше будет уточнение GPS-трека по видео на основе вот этой видеоинформации. И по точным GPS-трекам от миллионов пользователей мы будем автоматически строить карты дорог, которые будут всегда актуальны. И на эти карты мы будем накладывать навигацию до полной реальности. Когда маршрут лежит прямо на дороге, это абсолютно интуитивно. Нам не нужно ничего совмещать. Просто поворачивайте, куда вам показывает программа. По поводу денег. Как-то здесь мелко. Само приложение бесплатное. Будем давать пользователю дополнительные фичи за деньги или share. И также, поскольку мы собираем огромное количество данных, мы планируем зарабатывать на этом. Во-первых, это продажа картографии. Это большой рынок. Здесь все понятно. Актуальная картография. Также это скидки для людей, которые страхуются. Страховые компании будут получать информацию о водителях, которые ездят аккуратно. Только о них, естественно. И давать им скидки. Собирая с видео кучу информации, мы можем продавать. Это цены на заправках, это информация с билбордов и прочее. Но основная наша модель – это гео-социально таргетированная звуковая реклама, которая транслируется водителям в зависимости от их текущего местоположения и от их привычек к вождению. Например, каждое утро и вечер они останутся у детского сада. Значит, у них есть ребенок, значит, будет релевантна реклама, связанная с детьми. А рынок мобильной рекламы к 2016 году превысит 30 миллиардов долларов. Мы думаем, что это вполне хорошо для нас. Сейчас мы вложили 100 тысяч долларов в разработку. Сегодня у нас перевалило за 25 тысяч скачиваний за два месяца. И в базе у нас 300 тысяч знаков. А также у нас доступ к тысячам камер, которыми пользуются наши пользователи. К слову, 300 тысяч знаков – это почти 10% от всех знаков Российской Федерации. По планам мы сейчас будем делать фремиум-модель, распознавание светофоров. И к декабрю планируем набрать базу в 500 тысяч пользователей. Наша команда. Мы с Маратом несколько лет работали в одной федеральной компании. В подчинении было 300 человек. Приобрели опыт управления людьми. Плюс я занимался 3D-графикой, программировал ее. И также у меня образование автоматизированной системы обработки информации и управления. То есть сошлись. До того, как прийти к Жене, у меня был свой стартап. Я удачно его продал несколько лет назад. И наш сетево Черных Андрей – суперкрутой чувак. Он работал на аутсорс Австралии из США. Он делал высоконагруженные приложения. Поэтому он точно знает, что нужно делать. И сейчас справляется просто на ура. У нас есть два еще классных разработчика компьютерного зрения. Просто находка для нас. Мы достаточно быстро движемся. Это то, что мы ищем. В сравнении с конкурентами, с видеорегистраторами и с Mercedes MS-класса. То есть какие-то функции в Mercedes есть, но нет видеорегистрации. Видеорегистрация по-разному работает у софтвера видеорегистраторов. Это хуже. Наше приложение бесплатное. Все это платное. Спасибо. Время закончилось. Спасибо. Готовы ответить на наш вопрос. Скажите, какие независимые объективные измерения качества распознавания видео вы делали? Особенно для условий с ограниченной видимостью. Ночь, дождь, туман и так далее. Хороший вопрос. Во-первых, первый момент, что наше приложение создает базу знаков. И предупреждать здесь и сейчас 100% актуально, это, конечно, нужно. Но когда есть база, мы предупреждаем из базы заранее. То есть здесь краудсорсинг такой. Да, качество распознавания мы меряем. У нас есть разметочные приложения, в котором мы сначала видео размечаем, потом меряем. Сейчас знак, например, пешеходный переход 99,8% качества распознавания. Для некоторых других несколько хуже. Но главное, что база постоянно валидируется, несколькими водителями проверяется вручную. Мы постоянно переобучаем алгоритмы, работая в реальном времени, 30 fps распознавания на смартфоне. Нам говорили, что это невозможно. Мы сделали базовую версию за 3,5 месяца. Спасибо. Можно чуть подробнее по поводу цифр вашей бизнес-модели? То есть какие конкретно дополнительные сервисы вы планируете продавать, за сколько и так далее? Будем все тестировать. На самом деле здесь мы как бы подвижные. Базовая это, когда светофор с красного на зеленый переключается, водитель иногда отвлекается, мы будем предупреждать его. Причем мы будем запоминать время переключения светофоров. В основном они неуправляемые. Время GPS абсолютно точное, и мы будем знать вот эти моменты. И будем даже уже навигацию строить, исходя из этого. Вот это либо за шеер, либо за деньги. И еще уведомления о ямах и лежачих полицейских, которые мы уже сейчас начинаем собирать эту информацию. И за сколько вы планируете это продавать? Подписка на полгода, там несколько долларов будем мерить. На самом деле, вы знаете Waze, его Google купил за миллиард 150 миллионов долларов. 50 миллионов пользователей, монетизация не работала. Мы, конечно, хотим сделать бизнес. Но я хочу сказать, что миллионная пользовательская база всегда монетизируется нормально. Понятно, спасибо. Вопрос такой, значит, распространение на телефоне довольно ресурсоемкое. Работает ли это на всех моделях телефонов? Да, задача ресурсоемкая. Мы сейчас активно работаем, чтобы еще снижать потребление. Мы понимаем, строим хитмап, где знаки чаще прилетят, где реже, какие зоны чаще оправдаются, какие реже. Сейчас пока да, но работаем над этим, скоро будет гораздо лучше. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы собираете информацию о том, где находятся передвижные машины ДПС и есть ли спрос на эту информацию? Спрос на эту информацию есть. Мы ее пока не собираем. У нас внутри команды такой диссонанс. Мы предупреждаем о знаках, мы предупреждаем о правилах. Если ты соблюдаешь правила, неважно, где стоят эти ДПС, где стоят эти камеры и так далее. Но некоторое, достаточно большое количество пользователей просят эту информацию, ее собирать несложно с помощью наших же пользователей. Спасибо. Спасибо. Вопрос об этике. Я предлагаю заканчивать. Приветствуем компанию «Радар» из Казани. Наш следующий проект – это гости из Хабаровска, компания «Континент Тау», технология магнитно-инерциального 3D-трекера. Пожалуйста, возьмите микрофон и кликер. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Людмила Котова. Я директор по развитию компании «Континент Тау». Наша компания разработала технологию перевода движений в цифровую форму. Эта технология позволяет естественным человеку образом взаимодействовать с виртуальной реальностью. Несмотря на бурное развитие, скажем, индустрии виртуальной реальности, ввод информации в 3D-приложения до сих пор осуществляется по большей частью примитивным образом при помощи мышек, клавиатуры, джойстиков. Мало того, что это неудобно. Вдобавок, очень хочется взаимодействовать с виртуальной реальностью точно так же, как это было бы в обычной жизни. Очевидно, для этого нужны специальные устройства. И технология Тау позволяет создавать такие устройства. Суть заключается в следующем. Специально разработанный датчик определяет свое положение и ориентацию в электромагнитном поле. К слову, количество датчиков технология не ограничивает. Поле создается двумя или тремя обкатушками в зависимости от размещения, где будут размещены они. Датчики определяют индукцию магнитного поля. Все-все-все переключилось. Спасибо, Василий. Определяют индукцию магнитного поля. Специальный математический аппарат уже эти данные обрабатывает и выдает координату. То, что можно было бы скопировать, мы запатентовали, а сам алгоритм охраняем как ноу-хау. Наши потенциальные заказчики – это компании, которые разрабатывают электронику для виртуальной дополненной реальности. Это компании, которые могут производить презентационное оборудование, робототехника, а также специальное технологическое и медицинское оборудование. Мы собираемся монетизировать путем отчисления лицензий и каналы распространения, это прямые продажи. Проанализировав рынок, мы поняли, что нам нужны самые свежие данные. Вот буквально свежие данные. Мы поняли, что наш основной рынок – это игровая сфера. Здесь наблюдаться будет самый большой спрос. По данным компании K-Zero, самый большой спрос будет в следующем году. И в 2018 году рынок электронных устройств для виртуальной реальности в игровой сфере достигнет 2,4 миллиарда долларов. За 4 года будет произведено 70 миллионов устройств. Нет, в общем, очень много. Естественно, у технологии ТАО есть конкуренты. Но мы так думаем, что в основном конкуренты в производстве оптических систем. Это такие уважаемые продукты, как Lipmotion и Kinect. У нашей технологии есть недостатки. Это наводки от металлических предметов и необходимость надевать какие-то датчики. Но достоинств гораздо больше. Это небольшие размеры, которые позволяют встраивать в электронное оборудование, в текстиль, в предметы интерьера. Это отсутствие слепых зон, что очень важно. 5 секунд. О, хорошо. Команда. Наша компания занимается автоматизацией технологического производства. И для нас это стартап внутри компании. Есть замечательные схемотехники, программисты, научный консультант профессор Чье. По мере необходимости в команду будут привлекаться другие сотрудники компании. У нас есть опыт реализации инновационных проектов. На Startup Village мы приехали в поиски партнеров. Мы готовы делиться своими идеями, как можно создать новые стартапы с нашей технологией. И если кого-то заинтересовал наш проект, пишите, звоните, приезжайте к нам в Хабаровск, зовите нас к себе. И всем удачи. Спасибо. Спасибо. Вопросы. Вот с правой стороны здесь первый. Извините, пожалуйста, потом вы. Такой вопрос. Вот вы упомянули конкурентов, в частности Kinect. Все-таки какой основной сценарий, при котором пользователи будут предпочитать ваш способ ориентации в пространство оптическом? Потому что та технология на рынке уже давно сейчас, опять-таки достаточно давно уже Kinect второй вышел, у которого точность существенно выше, чем у первого. И там пять человек одновременно в комнате распознают. То есть для игровых сценариев оптика очень хорошо работает, и люди предпочитают ничего не носить на себе. В этом-то и фишка. Вы сами говорите, что у вас нужны датчики. Все-таки какие сценарии с точки зрения вашей технологии являются высоко конкурентными? Спасибо за вопрос. У нашей технологии нет слепых зон, и это очень важно. Если при Kinect, допустим, руку завести за спину, вы уже не увидите ничего. Электромагнитное поле есть везде. И в принципе, там, где нужно взаимодействовать друг с другом, Kinect тоже, наверное, со сложностью распознает, что это два человека, например, обнимаются. У нас это возможно. Скажите, пожалуйста, точность угловые и линейные, и размер, собственно, устройства с катушками. По размеру, спасибо за вопрос, конечно. Вопрос такой. То есть в зависимости от того, какой нужен радиус действия, такой размер референсной части нужно выбирать. Скажем, для игровой сферы достаточно, скажем, такого коврика приблизительно 20 на 20, и будет достаточно, чтобы в диаметре метр уже было распознавание. Точность технических консультантов 2. Следующий вопрос давайте зададим, а потом точность… 2 миллиметра? В районе 2 миллиметра. Окей. Следующий вопрос. Можете сравнить с другими конкурентами электромагнитными, которые вы упомянули? Вы можете сравнить? Вы можете сравнить вашу технологию с технологиями Polynes, Accentions, Accentions и другими электромагнитными технологиями? Технологиями, тоже связанными с электромагнитным полем. Можем. Есть у нас конкурент, компания Palhemus. Дело в том, что когда мы изобретали эту технологию, мы думали, что мы единственные такие умные, и поэтому пошли несколько другим путем. Соответственно, у нас схемотехника совершенно другая, алгоритмы другие. Получается так, что у Palhemus решение достаточно большое, там объемные решения, там катушки должны располагаться в трех плоскостях. У нас можно даже три катушки в одной плоскости, и можно это наносить даже в ткани, к примеру. Спасибо большое, время закончилось. Я предлагаю приветствовать компанию Continental. Спасибо. Следующий проект, проект ExeBeacon из Калуги. Интеграционное решение для обмена данными и контактами в электронном виде на конгрессе в выставочных мероприятиях. Меня зовут Дмитрий. Я хотел бы представить вам проект ExeBeacon. ExeBeacon интегрировано решение для массовых мероприятий, соединяет статистические и аналитические инструменты, технологии, iBeacon технологии на основе вербальных бэнков. Мы хотим привлечь инвестиции в 250 тысяч долларов, и в конце 2015 года планируем запуск. У нас огромное количество проблем на массовых мероприятиях. Очень сложно определить целовую аудиторию. Очень сложно привлечь необходимую статистику по посещаемым мероприятиям. В этом случае мы разработали новую структуру коммуникации на новой технологии Verbal Bengals. Наша технология позволяет создавать статистические и аналитические инструменты в реальном времени, рекламные мероприятия и игровые ресурсы. Основные элементы нашей технологии следующие. Самоорганизуемые беспроводные сети, iBeangals и iBeCollect технология. Наша беспроводная сеть позволяет маякам работать друг с другом, также позволяет проверять на местное жизнение детей, а также позволяет подключаться к бонусным программам, дает возможность собирать статистическую информацию. Наши вербальные маяки также являются платформой для рекламных мероприятий. Наша индустрия, массовые мероприятия и выставки, выставочные мероприятия. Существует в мире огромное количество выставок и, по нашим оценкам, наш потенциальный рынок составляет 250 миллионов долларов. Основная платформа база для бизнес-моделей. У нас расширяемая бизнес-модель. Существует три основных уровня. Второй уровень – средний уровень, промежуточный. Он предоставляет решения для разных компаний. Мы готовы предоставить доступ компаниям к нашей инфраструктуре. Также мы хотели бы предложить огромное количество услуг в сборе аналитических данных и рекламных услугах во время массовых мероприятий. Мы даем доступ к игровому модулю, чтобы массовые мероприятия не были такие скучные, как обычно. У нас есть, безусловно, конкуренты, My World of Expo. Но у нас есть преимущества. Мы не заставляем вас устанавливать много ПО перед мероприятиями. Мы предлагаем общую архитектуру. Мы предлагаем доступ к нашей системе. Предлагаем платформу для всех массовых мероприятий. Наша команда. У нас есть специалисты в разных направлениях программного обеспечения и аппаратного обеспечения, в рекламных технологиях и аналитике. Также мы ищем специалистов по продаже для нашей компании. Сегодня мы разработали прототип конвекционной системы. Нам нужно привлечь 250 тысяч долларов инвестиций для завершения работы и в 2015 году выйти на рынок. Мы также получим дополнительную инвестицию в 250 тысяч долларов от ФЕСФ фонда. И нашим инвестициям предназначает 20%. Большое спасибо. Аплодисменты. Отлично. Есть ли вопросы у жюри? Отлично. Вопрос, пожалуйста, микрофон. Скажите, какой беспроводной протокол Вы используете для общения между приборами? Собираетесь ли Вы стандартизовать этот протокол и есть ли уверенность, что этот стандарт примут игроки рынка? Во-первых, на рынке сейчас есть множество решений, которые Вам просто позволяют данные передать. Когда возникает проблема передать данные между объектами, которые постоянно находятся в движении, плюс эти объекты имеют батарейное питание, то становится достаточно сложно найти какое-то готовое уже решение, которое сейчас существует. Поэтому нами разработана как аппаратная платформа для построения данной сети, так и разработаны полностью программные решения для поддержания функционирования самой сети. А потенциальная стандартизация и применение в системе в будущем вопрос прорабатывается нами. Это наша собственная разработка. Это до-гигагерцовый диапазон передачи данных. Он открытый, нелицензируемый. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста, вопрос вот здесь. Я вот все-таки не очень понял. Обычный смартфон почему нельзя использовать для тех же самых целей? У нас мы продвигаем платформу, в которой есть три основные элементы. Есть наши браслеты, которые могут позволить Вам ввести на Вашем массовом мероприятии элементы геймификации. Есть также, безусловно, смартфон, с которым Вы также можете работать как с нашими браслетами, так и получать на нем же в реальном времени статистику, аналитику и другие данные. Мы не отметаем смартфоны, мы только говорим, что это лишь часть нашей системы. Но это не основная часть и не только все держится на смартфонах. А что приносит браслет? Браслет приносит возможность Вам получить тот же самый элемент геймификации тогда, когда Вы хотите отказаться от телефона. Сейчас очень много есть парков массового отдыха, куда люди приезжают на несколько дней, чтобы отвлечься просто от цивилизации. Браслет — это тоже хай-тек, но браслет — это не телефон. Это новая фича, которая по-другому может преподнести посещение Вам того же места. Еще вопрос справа. Скажите, а это где-то опробовано? То есть у Вас есть примеры использования, что люди про это говорят, что организаторы мероприятий говорят? Интерес к данной технологии мы получили уже полгода назад от компании Inatom, дочери компании Rosatom. Им нужна была такая технология для проведения инновационного форма Forsage именно как раз в том кейсе, в котором нами она была описана. И потенциально они являются нашей первой площадкой для тестового применения системы. Но пока еще не было применения. Тестового применения мы подготавливаем, применения не было еще. Спасибо. Если вопросов больше нет, благодарим. У нас следующий проект на очереди. Это компания Conceptor. Ребята из Киева разработали второе поколение самой инновационной лет вспышки для смартфонов. Абсолютно верно. Здравствуйте. Я Влад. Я родом из Донецка. Мы разработали первую вспышку для смартфонов. По сути, вот такое маленькое устройство, которое одевается в 3,5 джек и позволяет делать фотографии. Как на переднюю, так и на заднюю камеру. Вот, собственно, можно делать селфи, подсвечивать себя всем на время суток. И то же самое делается на заднюю камеру, как в фото, так и в видеорежиме. Вот. Такая вот штуковина. А сейчас рынок фотографий очень сильно изменился, насколько вы знаете. Люди перестали пользоваться типичными камерами, все больше и больше пользуются смартфонами. Последние данные показывают, что продажи зеркальных камер значительно падают. А самая популярная камера в наше время является iPhone. Первые позиции по загрузкам, как вы видите, держат именно смартфоны Apple. И сам внизу на пятом месте есть компактная камера от Canon. Умные аксессуары для подобных устройств. Это именно большой тренд, который сейчас мы наблюдаем в мире. Наше устройство позволяет синхронизировать вспышку с устройствами, смартфонами и планшетами iOS, Android. И сейчас мы продемонстрировал софт для Windows Phone 8. Также у нас есть открытый SDK, который позволяет интегрировать наш софт с другими приложениями. Уже есть порядка 5-10 разработчиков, которые это сейчас имплементируют. У нас довольно-таки большой социальный эффект этого устройства, потому что достаточно просто одеть эту вспышку и сделать хорошую фотографию. Один из примеров, который вы сейчас видите, это Дмитрий Анатольевич и президент Татарстана. Вот мы вместе собрались и продемонстрировали, как это может быть. Этот твит и Instagram собрал десятки тысяч просмотров и репостов и очень хорошо облетел мир. И таких фотографий у нас достаточно много получается, потому что люди с удовольствием выкладывают эти фотографии и тем самым, по сути, пиарят нас дальше. Устройство является первым синхронизируемой вспышкой. До этого были просто фонарики, которые каким-то либо образом одевались. Мы сделали первое, по сути, невозможное, потому что софт смартфона не позволяет очень точно интегрировать. Но мы нашли способ под все платформы, как это можно сделать, чтобы вспышка работала именно синхронно с камерами, основными камерами смартфонов. Мы очень быстро развиваемся. В сентябре мы привлекли, подняли 156 тысяч долларов на Kickstarter. Это 3 тысячи устройств было просто предзаказано. Запустили производство буквально за 3 месяца. Отправили все в 70 стран, людям, которые предзаказали это. Побывали в самой крупной выставке ЦС, где показали наше устройство. И очень многие люди удивились и получили массу партнеров по всему миру. Сейчас мы их дистрибьютируем уже в 10 стран по всему миру. В этом месяце она также появится в России. Скоро вы сможете увидеть ее в магазинах на полках. И движемся дальше. Да, движемся дальше. Сейчас наша команда составляет порядка уже общей сложности собрать всех порядка 20 человек. Плюс у нас есть сейлсы, которые находятся в разных странах, которые помогают нам выводить этот продукт на более широкий рынок, как в Америке, в России, Филиппины, Арабские Эмираты и другие страны. По сути, мы на данный момент уже покрыли достаточно широкую большую часть рынка и к концу года хотим уже продаваться в максимально большом количестве стран. Мы знаем, что такое жизненный цикл продукта и у любого потребительского продукта есть взлет и есть падение. Мы сейчас находимся только в начале взлета и уже сейчас мы разрабатываем новую вспышку, которая позволяет синхронизироваться по воздуху через Bluetooth и работать без внешнего приложения. Наша инновационная штучка. Мы сюда приехали искать партнеров, презентоваться и выиграть, судя по всему. Скорее всего, выиграть, надеемся. Спасибо. Собственно, да, все. Есть ли вопросы? Спасибо. Хотелось бы узнать, какая часть продукта или услуги не коммодезируется? То есть, что из этого нельзя сделать дешево в Китае? Это первый вопрос. И второй. Поподробнее, пожалуйста, как будете продаваться в Америке? Это будет дистрибуция или вы прямо в ритейлеры будете сами выходить? На каком этапе сейчас находитесь в этом плане? Спасибо. Спасибо. Ну, основная суть заключается в том, что у нас есть софт, который позволяет ее синхронизировать. И пока еще в мире никто этого не сделал. Есть аналоги, которые просто клепятся, работают в режиме фонарика. Что касается Америки, это самый большой рынок. 80% заказов у нас, предзаказов было с Америки. И сейчас мы понимаем, что самый большой потенциальный рынок для нас. Мы сейчас работаем с крупным дистрибьютором, компания Fortune 500. И буквально сейчас, два месяца назад начали с небольших онлайн-магазинов, в этом месяце выходим на Амазон. Ну, сейчас есть большая вероятность, что попадем даже в Apple Store, поскольку в наше устройство прошло тестирование Apple, а очень немногие продукты такого могут удостоиться. Ну, в общем, да, так. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, какая у вас идеальная желаемая exit strategy? Вы хотите продаться сейчас быстро Apple или еще кому-то, или играть долгу и стать большой компанией? Ну, лично мое, спасибо за вопрос, мое, скажем так, желание, это развиваться быстро самим и exit strategy как продажа бизнеса. Ну, многие стартаперы именно это почему-то мечтают. У меня мечта создать компанию, которая могла бы покупать другие компании. Поэтому, ну, сейчас пока мы делаем несколько аксессуаров, у нас еще один проект на Kickstarter тоже собрал 150 тысяч долларов, и параллельно развиваем эти продукты, и чем дальше, чем больше мы видим потенциал, это как отдельного продукта, а не аксессуара. Вопрос такой. Скажите, если крупный вендор типа Samsung или Apple решит сделать вспышку и интегрирует ее со своим хардваром, минуя там операционную систему, там никаких проблем с синхронизацией, как вы понимаете, и как вы будете с этим конкурировать? Ну, хороший вопрос. По сути, вспышки есть стандартные в смартфонах, но это как сравнивать, скажем так, зеркальную камеру и вспышку внешнюю к зеркальной камере. Она у них есть стройная, но она никогда не даст того качества снимков и тех возможностей, которые может дать внешний аксессуар. Помимо этого у нас еще идет специальный фильтр, который делает свет очень мягким. Он управляется по мощности и есть ряд функций, которые именно есть только у нашего продукта. Спасибо. Время закончилось. Ответили на вопрос? Да? Все, тогда приветствуем компанию с Украины. Большое спасибо, что к нам приехали. Друзья, следующий проект это проект DLS DLS из Воронежа. Есть проект из Воронежа? Отлично. DLS это инструмент, позволяющий каждому достичь свою цель посредством сбора информации и анализа о процессах в своей жизни. Сцена ваша. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я представляю DLS это сервис, позволяющий собирать персональные большие данные для последующего анализа и визуализации. Данный продукт решает проблемы недостаточного контроля над собой, своими знаниями, своим здоровьем и другими важными для любого человека вещами. В отличие от конкурентов он обладает открытой модульной архитектурой и нацелен на быстро расширяющий сегмент относимых устройств и рынка анализа больших данных. Итак, мы все хотим достигать собственных целей, вводить новые привычки, избавляться от старых, больше читать или проводить больше времени с семьей. DLS позволяет отслеживать эти данные и в наглядной форме их каким-то образом визуализировать. Технически он состоит из несложной структуры. Это мобильное приложение, веб-версия и набор API. Последнее это одно из самых важных в проекте. Итак, мобильное приложение позволяет нам отслеживать какие-либо данные при помощи пассивных и активных трекеров. Пассивные трекеры это автоматические трекеры типа счетчиков, имейлов, входящих звонков, смс и прочего. Активные трекеры это кастомные трекеры, которые пользователь создает сам, включая там трекеры настроения, трекеры потраченных денег, штрафов за парковку и всего, чего им в голову взбредет. Визуализация полученных стрекеров данных позволяет в простой форме инфографики показать, на что нужно обратить больше внимания человека. Рынок, на который выходит продукт DLS сейчас разделен на три более-менее смежных сегмента это программные и программно-аппаратные комплексы для отслеживания здоровья и фитнеса, такие как Fitbit, FuelBand и прочее. Различные свежие платформы лайфлогинга, которые в том числе также могут быть программно-аппаратными, такие как видеокамеры Мемета и другие схожие вещи типа вот программ Argus недавних вещей типа Moves и прочее. И некоторый сегмент смежный такие как таски, заметки и прочее. Но это отдельный сегмент Productivity. Так в чем отличие DLS от этих платформ? В основе архитектуры DLS лежит идея лимитированного количества каналов как формат обмена данными, а также диалогиографов как методы взаимодействия данных этих данных. Именно эта архитектура должна стать открытым интерфейсом взаимодействия различных приложений и variable устройств. Именно это может стать первым и единственным стандартным обмена данных, потому что на данный момент сейчас такого нет. То есть мы создаем некоторое лимитированное количество каналов, цифровые данные, исходные роудата, какие-либо фотоданные и стандартные мета-методанные. И затем интегрируем это в любые приложения, которые так или иначе могут быть применены как на аппаратной части, так и в программной части. На данный момент проект находится на начальной стадии, готова альфа-версия и есть разработка технической документации. Проект требует примерно 240 тысяч долларов на 4 года, включая затраты на маркетинг, и обеспечивает выход на самоокупаемость через 2 года. Это только на основе мобильного приложения. В дальнейшем будет лицензироваться система DLS Enterprise, которая также будет продаваться по лицензиям и зарабатываться на поддержке. Время закончилось. Да, я хотел бы отметить команду. Это я, как архитектор проекта Елена Меньшкова, у которой есть хорошие организационные навыки, которая очень хорошо помогает всеми организационными вопросами, и несколько программистов, в том числе Паша. Я думаю, что давайте к вопросам перейдем, хорошо? Можно. Отлично. Подскажите, пожалуйста, как вы видите, чтобы пользователь использовал ваше приложение в реальной жизни, как он меняет свое поведение на основе данных вашего приложения и где вы собираетесь делать аналитику на устройстве на самом или у вас на бэкэнд сервере? Аналитика будет делаться на бэкэнд сервере и именно это является как раз основой для будущего движка DLS Enterprise Business. Касаемо первой части вопроса, для того, чтобы быть более эффективным сейчас, нам нужно как-то больше знать о себе. Соответственно, если мы будем иметь некоторый набор данных, некоторые паттерны, на которые мы можем каким-то образом смотреть, мы можем корректировать свое поведение в соответствии с этими паттернами. То есть таким образом это представляет из себя некоторый процесс итеративного саморазвития. Мы собираем данные, анализируем их, исправляем, собираем снова, анализируем и прочее. Подскажите, а кому вы планируете продавать ваше приложение? То есть как вы монетизировать планируете? Монетизирование это модель фремиум, базовая версия с некоторым количеством бесплатных трекеров, порядка 20, премиум-версия, у которой количество трекеров не лимитировано, и набор кастомных трекеров. Кастомные трекеры это то, что могут создавать какие-то корпорации, либо какие-то отдельные разработчики, то есть они являются неоткрытыми. по сути это и напорчайзис. Еще один вопрос. Прямо просится провести какие-то такие полевые эксперименты с применением всяких MVP и так далее, замоделировать количество звонков или еще что-то и посмотреть, изменит ли человек ритм своей жизни или не изменит. Вопрос, делали ли вы эту штуку и кто изменил ритм своей жизни? Понимаете, это все относится к недавнему движению Гарри Вульфа, которое началось где-то пока нет, так как данная модель находится только в сильной альфа-версии, хотя некоторые интерфейсы есть рабочие. Спасибо. Спасибо большое за выступление. Приглашаю на сцену проект Аберек из Москвы. Аберек это система онлайн-мониторинга самочувствия, состоящая из GSM-браслета. И ваша сцена. Окей. Hi everybody. I'm Jenny. Я Даниэль. Я представляю компанию Аберек. Это решение по мониторингу состояния для пожилых людей. И их до того, как начать мы были здесь в прошлом году, с прошлого года мы смогли собрать 10 уже предзаказов на наши приборы. Что может быть глобальной тенденцией для вот этого направления здоровья населения? Стареет эта тенденция во всем мире. Мы также сейчас видим, что распространяются сложные болезни. В то же время наши родители наши хотят вести активный образ жизни. И мы хотели бы быть так сказать выдавлены о каких-то чрезвычайных статусах, чтобы мы могли помочь своим родственникам. Конечно, мы можем использовать какую-то либо сестру, либо отправить наших родственников в дом престарелых, но это очень дорого, как вы знаете. Мы, конечно, можем использовать более современные решения из разбирательных имеющихся на рынке, а наше решение как раз из этой области телекера. Они недорого стоят, большинство, они используют некоторые устройства и некоторые услуги, например, поддержка оператора и так далее. наш продукт фактически из трех частей состоит. Это GSP браслет, там имеются медицинские датчики, измеряющие температуры и другие. Это GSM телефон дает, так сказать, оповещает медицинский персонал о ситуации и мы также строим нашу услугу на основе этого. же 250 долларов за устройство рекомендованная цена, также у нас подписка месячная 20 долларов, это для российского рынка сейчас. Вы знаете теперь наш продукт, понять чего не может быть продукт, а продукт не для фитнеса, он другие продукты были созданы для других аудиторий, у них другая организация, у нас для пожилого населения, они отличаются с точки зрения применения их пожилым населением, финансовая часть, сейчас мы входим на два рынка, российский рынок, B2B, B2C, также мы 3 миллиона человек в 11 крупнейших городов, мы видим нашу цель за 5 лет 20% в Европе, мы действуем B2B, в сегменте работаем, только наша аудитория 10 миллионов в 5 странах, сейчас где мы работаем, наша за 5 лет 10% рынка мы будем у нас очень хорошая команда из 80, наша команда имеет большой опыт в запуске новых продуктов, наш генеральный директор имеет два стартапа у нас хорошая поддержка также медицинского консультанта из медицинского института Москвы, 900 тысяч долларов нам требуется и предлагаем за 25% нашей компании, как видите наша капитализация несколько раз увеличивается в течение фактически я и закончил на этом. Скажите пожалуйста, какие у вас медицинские датчики в приборе используются? Я по-русски буду отвечать, хорошо? Значит на данный момент датчики используются следующие датчик падения датчик пульса два датчика температуры поверхности кожи и окружающей среды. И также у нас программно реализован шагомера. Подскажите, а вам 900 тысяч долларов на что нужно? Значит 900 тысяч долларов нужны на следующие вещи. Прежде всего это доведение нашего продукта до продажного вида, то есть у нас завершающая стадия R&D сейчас идет. Это пилотная версия и у нас кстати пилот с апреля месяца уже запущен в Москве, больше 100 пользователей уже работают в этом пилоте. Производство. Основные касты это производство, потому что мы являемся производителем этого устройства, это всегда гораздо более капиталоемко, чем любой софт приложение. Ну а также маркетинг. Мы понимаем, что например в России рынок мобильной медицины пока на нулевом уровне и предстоит очень много Вы когда про конкурентов говорили, Вы упомянули там тех, кто не является Вашими конкурентами, а собственно конкурентов как-то не очень. Там кнопка жизни та же пресловутая. Наиболее интересны конечно западные аналоги. Они точно есть, их не может не быть. Конечно есть. Значит смотрите про кнопку отдельно можно сказать западные. У них рынок 5 или 10 лет уже существует такой и подобные решения там есть. Это кстати частично минус. Они до сих пор используют самые простые такие медицинские сигнализации. Простая кнопочка, которая там работает по блютузу с некой домашней базовой станцией. То есть человек из дома выходит, все, нет услуги, человек не мониторится. И медицинских датчиков там нет. Сейчас есть такие же похожие на наши браслеты с GSM внутри, там нет медицинских датчиков. Это что касается конкурентов производителей устройств. Кнопка жизни использует как раз-таки вот такие существующие на рынке устройства. Мы изначально не хотели разрабатывать свое устройство, хотели что-то купить уже существующее, так было проще и быстрее, но не нашли, поэтому делаем свое. Последний вопрос буквально, если есть. У вас не совсем обычный target audience для молодого стартапа. Какие предпосылки? У вас есть люди из медицины или люди работающие в престарелых домах или есть члены команды? Да-да-да, смотрите, я говорил, что у нас наш медицинский советник Олег Медведев, он профессор медфака МГУ, он один из самых крупных таких евангелистов мобильной медицины, активного долголетия в России, программы на государственном уровне и все прочее. Да, действительно, у нас специфическая аудитория, но исторически проект родился вообще из личных совершенно таких историй, когда она за своими родителями, бабушками, дедушками подобную услугу было предоставить. Спасибо, это очень важный действительно проект и важное замечание, но, к сожалению, время вышло. Один маленький апдейт, если у вас есть вопросы, после подходите, поговорим. Я прилагаю после. Приветствуем. Социально значимый проект Аберег. Следующий выступающий компания Ариенса из Санкт-Петербурга. Ариенса разрабатывает высокотехнологичные устройства ориентации и навигации для помощи слепым и слабовидящим людям. Меня зовут Виталий. Мы создаем приборы для людей со слабым зрением. Они не видят все провести нашу мере как для ориентации навигации. Технологическое решение существует на рынке, только одно из них полезное. Слепые люди имеют проблемы с определением препятствий, при переходе дорог. Наша команда имеет большой опыт в этой области. Мы создаем прибор, который решает эти проблемы. Наш прибор действует, определяет препятствия и мы добываем функции опознавания текста и так сказать, чтобы можно было так сказать, оказывать помощь медицинскому персоналу. Вот таки вот эта информация помогает нам распознавать реальность и направлять эту информацию по наушникам. у нас имеется своя функция распознавания 90% точность оптического распознавания. Как я сказал, что это? Один из для наших клиентов мы предлагаем многие функции навигации, ориентации. Все они за небольшую стоимость. В основном мы предлагаем славовидящим людям возможность социальной адаптации и открываем для них новую жизнь. Мы хотим перевести на рынок наше новое решение, мы хотим продавать и реализовать наши решения в реализационных центрах, в компаниях, у дистрибуторов и через общественные организации. Также хотим компенсировать нашу технологию. Рынок растет, рынок сейчас приносит деньги. Мы хотим ориентом 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 на тысячу миллионов долларов. Мы создаем ориент один и этой осенью мы запускаем основные приложения. Так запланирована наша команда. Это не только разработчики, это докторы, специалисты по реаливитации, очень опытные специалисты по работе в этой отрасли. Мы ищем инвестиции 500 тысяч долларов для создания следующей версии устройства, а также для выхода на западные рынки. Также мы ищем партнеров для того, чтобы участвовать в правительственных программах. Меня зовут Виталий, я представляю компанию, которая предлагает слабовищим людям новые возможности. Я подозреваю, что стопроцентное распознание здесь возможно. Вы можете что-то сказать на этот счет? Я говорил об этом, и это не все распознавание всех объектов. это не будет стопроцентное распознавание, конечно. Я говорю здесь о распознавании препятствий. Стопроцентная точность распознавания препятствий. Пациентов это возможно? Даже для распознавания препятствий? Да, даже для... Вечером ночь, вечером в дождь вы 10-сантиметровый бордюр с высоты вот этого устройства обнаруживаете? Обнаружение препятствий идет в том диапазоне, в котором смотрит пользователь. То есть, если он... Это дальше будет базироваться на голове в виде камеры. Если он наклоняет голову и увидит впереди, да, мы используем очень хорошие точные матрицы, которые имеют очень большой световой диапазон, плюс будет дополнительная подсветка. Как слепой пользователь узнает, что ему надо посмотреть вниз на тротуар? Слепой пользователь сам привыкает к тому, то есть, какие препятствия он хочет находить. Бордюры, например, они прекрасно на самом деле находят и палочкой. Наше устройство это не панацея, оно не отменяет палочку. Они смотрят именно туда, какие типа препятствия они хотят. Допустим, есть таксофонные будки, которые торчат из стен, и они для них вот это реальная проблема. Гораздо больше, чем поребрики, ступеньки и так далее. Скажите, у вас были полевые испытания? Да, наше устройство тестируется в реабилитационных центрах Москвы и Санкт-Петербурга, тестирует порядка 20 незрячих специалистов, очень положительные отзывы, требуют доработок, но доработки в основном связаны с UI и User Experience, и доработки в плане внешнего вида и носимости. Подскажите, у вас проект связан именно с разработкой софта, или вы аппаратную часть тоже как-то делаете? Аппаратную часть мы делаем тоже сами. У нас есть опыт, мы делали очень много различных устройств для научно-седневеского института робототехники, то есть у нас специалисты и в хардверной части, и в софтверной. Вы показать можете? Да, конечно. У вас есть минута, давайте, мы ждем. Пока вы включаете, комментируете, что вы делаете. Сейчас я включу устройство, сейчас оно запустится, единственное, оно требует некоторого времени, чтобы запуститься. А можно пока еще вопрос по поводу конкурентов? Вопрос по поводу конкурентов. И монетизации заодно. По поводу конкурентов, значит, из тех категорий конкурентов, что есть, это неэффективные ультразвуковые трости. Это раз, они стоят порядка 200-300 долларов, все они основаны либо на ИК, либо на УЗ, которые зачастую ошибаются, и находят какие-то объекты только в одной зоне, в одной точке. Есть устройства, которые создают двухмерный тактильный или аудиообраз, они неудобные, их сложно использовать в лайфтайм-условиях, скажем так. И есть Аркам, ответ светофора. Виталий, 10 секунд у вас осталось для демонстрации. Что-то получается у нас? Да. Отлично. Давайте я к вам подойду. Вы можете меня распознать? Сейчас у меня работает режим аудио 3D. Таким образом, допустим, если я смещаюсь вправо, у меня справа звенит. Таким образом, я понимаю, что справа препятствие, слева находится опор. Если менять положение, я изменяю тональность и звук, я могу определять дальность и положение вертикального объекта. Таким образом, я могу спозиционировать объект. Отлично. Я думаю, что, к сожалению, не все слышали это. В общем, да, индикация звуком. И я думаю, что, к сожалению, у нас время закончилось. Виталий, извините, пожалуйста. Время закончилось. Я прошу не уходить просто из заинтересованных и подойти к нему после нашей сессии. Спасибо большое. И снова Санкт-Петербург. Компания Pilegrim 21. Мобильное приложение дополненной реальности в сфере туризма. Целый десант высадился у нас из Петербурга. Добрый день. Перед вами часть команды проекта Pilegrim 21. Меня зовут Диана Сорина и я представляю вам настоящую машину времени. Представьте себе, что вы прилетаете, например, в Грецию. Едете на машине, два-три часа, пыль, жара, приезжаете, скажем, в Асклепион. Что вы там видите? Несколько колонн, груда камней. Что вы при этом испытываете? Вероятнее всего, разочарование, не правда ли? Такое чувство знакомо и нам. По секунду 6 лет мы работаем профессионально на туристическом рынке и неоднократно сталкивались с такой ситуацией. И однажды мы решили это просто изменить. Мы стартовали с маркетингового исследования, опросили более 200 человек и 97% из респондентов сказали, что в легендарных исторических местах им очень хочется увидеть, как же это выглядело раньше. Но вся та информация, которая предоставляется в этих местах, только навевает скуку. Эти выводы оказались релевантны аналитике от социометрики и ЮНЕСКО, которые говорят о том, что с 2000 года основным трендом туризма являются экскурсии для развлечения. И тут нас осенило. Мы нашли новую нишу для бизнеса. Мы увидели возможность создать мобильное приложение дополненной реальности, которое позволяет туристу совместить реальное путешествие и путешествие во времени. Для того, чтобы увидеть ожившую реальность, сейчас достаточно планшета. Через месяц мы начинаем портировать свое приложение на очки дополненной реальности. Наш продукт дарит туристу уникальный опыт, создает настоящее шоу и делает его непосредственным участником исторического события. В настоящий момент мы сделали то, что еще не сделал никто в мире. Мы научились корректно инсталлировать объемные виртуальные модели в реальные ландшафты на обширных территориях. Это позволило нам вернуть в наше время целые архитектурные ансамбли. Не только посмотреть их снаружи, но и погулять внутри. Нашей целью является создать платформу, которая позволит управлять инсталляцией объектов в дополненной реальности в любой точке мира при помощи технологий без маркерного позиционирования. Наша компания существует около года. Как вы видите на этом слайде, за это время мы многого добились. Основными достижениями мы считаем получение гранта от компании Microsoft, первое место на петербургском этапе Russian Startup Tour, но самое главное это завершение нашего первого большого контракта по реконструкции замка Тевтонского ордена в Латвии. Сильными сторонами нашего проекта является работа на растущих рынках мобильной рекламы, мобильных приложений и растущем туристическом рынке. Целевым рынком для нас является Европа. В ближайшие три года наша цель это создание сети из 70 локаций дополненной реальности в местах, которые посещает не менее 10 тысяч человек в день. Бизнес-модель позволяет нам развиваться в трех сегментах и основным для нас является рынок B2C. Мы планируем заработать на платных закачках к третьему году развития не менее 23 миллионов долларов. Вернемся к нашему опросу. 82% респондентов сказали, что они готовы заплатить за сервис, который даст им возможность путешествовать во времени. В сегменте B2G наш заработок это предоставление возможностей мобильной рекламы B2B. А в сегменте B2G это работа с муниципалитетами, которые готовы платить за парки дополненной реальности, чтобы привлечь к своему региону внимание со стороны туристов. На этом слайде вы видите компании, которые работают в различных нишах. Есть компании, которые предоставляют инструменты для разработчиков. Есть те, которые создают виртуальную, а не дополненную реальность. Есть гиды, которые работают на маркерах и используют фото и видеоматериалы. Самым близким к нам является компания «Израильский архетип». Они находятся в стадии бета-тестирования. Мы уверены в успехе, поскольку половина команды более шести лет вела совместный успешный бизнес, связанный с туристическим рынком. Поэтому мы имеем хорошие связи и договоренности с администрациями туристических регионов Европы и России. В целом команда закрывает ключевые компетенции проекта в сфере туризма, маркетинга, продаж, истории и этнографии и, конечно же, разработки мобильных приложений. Наш ментор имеет опыт выведения инновационных компаний на международный рынок. Пилигрин-21 это уникальный продукт, который уже сейчас начал менять туристический рынок. Для реализации всех наших планов нам необходимы дополнительные инвестиции в 650 тысяч долларов. За эти деньги в течение года мы создаем 30 локаций и зарабатываем свои первые 4 миллиона долларов, что позволит нам ускорить развитие и в короткие сроки создать глобальную сеть парков дополненной реальности. После окончания пич-сессии я приглашаю всех посмотреть на замок Тевтонского ордена, который мы построим прямо на этой поляне. Спасибо всем. Ваши вопросы. Можете показать хотя бы одно изображение, которое доказывает, что вот эта безмаркерная привязка виртуального изображения на ландшафт действительно делается? Вот это как раз то, что я предлагаю посмотреть после пич-сессии, потому что здесь у нас есть ролик, но он не столь тому. Можно посмотреть, в принципе. Ну, давайте ролик, если можно запустить. Господин технический специалист, можно запустить видеоролик компании Pilegrim 21. А пока есть какие-то другие вопросы, я готов. Какая технология отслеживания, которая вас отличает от других? Спасибо за вопрос. На русском все можно? Да. Отвечу на русском, если можно. Мы изначально привязываемся по GPS, дальше идет точная привязка, мы строим массив контрастных точек, собственно, руин, которые там остатки, и на основе, ну, строим геометрию этого массива, и к ним привязываемся, привязываем реально наш замок. Вот такая вот технология. Какие характеристики вы используете? Could you repeat your question, please? Какие характеристики вы используете? То есть мы привязываемся именно к контрастным изображениям, к контрастным. То есть есть руины на, допустим, на фоне неба, и мы привязываемся именно к руинам. То есть, ну, мы как бы, ну, мы создаем… Еще вопросы есть? Пожалуйста. Я все-таки хотел конкурентам возвратиться. Вообще, Mobile Augmented Reality, вообще, этот термин сложился, ну, не знаю, в районе 2010 года, даже ранее. И наверняка не только одна это израильская компания, причем в качестве юзкейза использовалась, в общем, такого рода приложение. Ну, неужели одна компания, это израильская, работает в этой области? В настоящий момент, безусловно, дополненная реальность это обширный рынок. Что касается той ниши, в которой мы предлагаем использовать наше приложение, ну, пока мы нашли к самым близким архетип, они над этим работают. Есть компании, которые занимаются туристическим рынком, но они привязываются в основном сейчас на маркерах или на каких-то других вещах и делают локальные изображения, это в основном видео или фото, или замещение реальности локально. Мы делаем просто большое. Масштабное. Мы восстановили объект размером со стадионом, то есть это где-то полтора гектара. Мы с удовольствием посмотрим на ваши технологии после печь. Спасибо большое. Спасибо. Если можно, еще для гостей потом виртуальное Сколково здесь организовать. Отлично. Следующий проект из Томска. Компания 3D, точнее проект 3D Pen Art Loom. Устройство, позволяющее создавать объемные предметы без компьютера и ПО. Марина, вы здесь. Отлично. Да, конечно. Собственно, меня зовут Жилко Марина и представляю проект 3D-ручка. Это устройство, которое позволяет создавать объемные предметы с различными свойствами. гаджет, который призван расширить возможности для свободного творчества. Делать увлекательнее процесс обучения. Позволит упростить решение многих бытовых задач буквально нажатием одной кнопки. Для того, чтобы рисовать этим буквальным карманным мини-принтером, достаточно просто ввести рукой в выбранном направлении, оставляя за собой след из мгновенно отверждающихся светочувствительных чернил. Рынок 3D-печати и вообще 3D-печать является важнейшим технологическим трендом современности. Переоценить темпы роста и назначение для мировой экономики данного направления достаточно сложно. презентация готова? Давайте, да. Ну, собственно, управляется так, да? Это то, о чем я говорил в самом начале. Устройство, призванное расширить возможности для обучения, для самореализации. Рынок 3D-печати является важнейшим технологическим трендом. Переоценить темпы роста и значение для мировой экономики, которого невозможно. Основная задача сейчас на рынке 3D-печати сделать так, чтобы каждый мог создавать объемные предметы здесь и сейчас. 3D-ручку в качестве решения данной задачи предлагают многие компании. Однако основанные на технологии плавления ABS-пластика все они обладают рядом недостатков. Это необходимость нагрева самого пластика до 250 градусов во время работы. Это неприятный запах плавленого пластика во время работы. Это сложность замены картриджей с различными цветами. Это ограниченный выбор расходного материала лишь цветовой палитрой. Собственно, учитывая все эти недостатки и используя накопленный опыт 3D-печати, мы разработали устройство, которое не имеет аналогов на текущий момент в современном мире. Основано это устройство на технологии отверждения полимера чернил в ультрафиолетовом инспекции. Благодаря отверждению полимера в УЭФ сама технология безопасна. Она не и работает с этим устройством безопасно. Она не сопровождается неприятными запахами. Работает это устройство автономно, при этом держать его в руке легко и удобно. Помимо всего прочего, помимо того, что вы можете создавать различные линии с фиксированной толщиной, вы можете заливать, растушевывать будущий пластик, задавая ему форму. Основой успеха нашей компании является наш ноу-хау. Это расходный материал. Чернила отверждаем светочувствительные чернила, обладающие различными свойствами. Это магнитные свойства, токопроводящие свойства. Чернила, которые изменяют цвет в зависимости от температуры, светящиеся в темноте. На каком этапе мы сейчас находимся? У нас разработана первая партия коммерческих образцов. 17 июня запускается программа NandyGoGo по сбору предзаказов. В январе 2015 года мы собираемся осуществить первые отгрузки нашего продукта. Наша бизнес-модель основана на продаже ручек и, собственно говоря, одноразовых капсул с расходным материалом. При марже в 90% позволит нам заработать уже 20 миллионов рублей на первом году работы нашей компании. Собственно, основными рынками работы нашей являются, безусловно, Россия, США и страны Азии. Почему мы уверены в том, что мы добьемся успеха? Среди членов нашей команды специалисты с 20-летним опытом в международном маркетинге и продажах. Среди членов нашей команды также есть специалисты высокого уровня, которые связаны с запуском hardware продукции. Помимо всего прочего, наша команда полностью комплектована техническими специалистами, благодаря которым на сегодняшний момент уже завершается разработка самого устройства. Мы договорились о том, что производится наше оборудование будет на базе завода Foxconn, при этом мы внимательно относимся к нашей интеллектуальной собственности на международном уровне. Все, что нам нужно сейчас, это 23 миллиона на то, чтобы запустить производственную линейку и расширить линейку самой продукции. Собственно, а сейчас я, наверное, немного разбавлю встановку и также напряженную, попрошу включить небольшой материал. Видеоролик продемонстрируйте, пожалуйста. Пока можно, я думаю, вопросы задавать Марине, правда? Безусловно. Собственно, навеяно фильмом гравитации, почему-то нет звука. Марина, смотрите, или вопросы, или ролик. О, Господи. Я боюсь, меня так сейчас удачатся с сцены. Давайте вопросы задавать, хорошо? Включите микрофон. Подскажите, а цвет чернил разный может быть? Да. Цветовая гамма в зависимости от выбранной… У нас сейчас существует 17 цветов разработанных, плюс еще 5 видов свойств чернил. Но для того, чтобы цвет поменять, нужно менять картридж также. Какие у вас шансы делать чернила отверждаемые не ультрафиолетом, а обычным светом, но высокой интенсивности? В данном случае вот этот вопрос не прорабатывался. Чернила отверждаются под обычным светом, но медленнее, собственно. Под для чернил, допустим, для рисования на теле, который у нас тоже сейчас разрабатывается, у нас непосредственно вот такой формат работы для ручки, как это, несколько вариантов эксплуатации, да, будет также проработан. Еще два вопроса. Почему вы нам это не продемонстрировали? Могли бы сейчас продемонстрировать на себе. И рисовать одновременно, признаюсь честно, мой коллега опоздал на самолет. Я могу продемонстрировать вам в работе это оборудование. В случае, если вам будет интересно, мы можем с вами встретиться в рамках непосредственно этого мероприятия и посмотреть. Еще один вопрос, коротенький, и коротенький ответ. А почему ваша технология нельзя применять для 3D-принтеров в чистом виде? Она применяется для 3D-принтеров в чистом виде, более того, эта ручка является результатом нашего опыта. в этом направлении наш полимер покупают в России уже и за границей. В данном случае он имеет значительно более высокие характеристики с точки зрения точности и цены выбранной нами в диапазоне. Еще и запаха не имеют. Запаха, при этом он экологичный environment. То есть полимеры, достаточно часть полимеров, представленных на текущем рынке, им пользоваться можно только в перчатках, потому как они наносят определенный вред непосредственно на... Спасибо большое. К сожалению, мы не можем больше позволить задавать вопросы. Приветствуем компанию Artloom, точнее, проект Artloom. Следующий проект из Ярославля 27 faces. Решение для бизнес-анализа аудитории рекламы Digital Signage. 4 минуты на 27 лиц. 27 это решение для нашего рынка. Некоторые из них, возможно, не знаете, что такое цифровая сигнатура. Это современная форма рекламы на электронном рекламе, которая может быть использована для событий, для каких-то людей, для корпоративной информации может передаваться. Это очень современное направление. рынок этого сигнатуры 30% в год растет. Сейчас он выглядит как 8 миллиардов долларов США. 8 миллиардов долларов США. Он оценивается сейчас. Много инноваций на этих рынках происходят. Вот экран, который может увеличиваться от прикоснования и так далее. Одна большая проблема существует. По-прежнему нет ценовой модели по этому рынку. И это два главных вопроса здесь стоят. Первое, люди не понимают, сколько людей смотрят рекламу на экране. И вторая проблема, люди не знают, кто эти люди. Это они мужчины, женщины, молодежь, пожилые или так далее. Кто это аудитория? Мы предлагаем решение для решения этой проблемы. 27 лиц. Называется это 27. Это система измерения онлайн по алгоритму компьютера и алгоритм больших данных. Имеется ряд параметров, которые используют для бизнес-аналитики по этим сигнатурам. это счетчик аудитории, сегментация по полу и по возрасту клиента. Например, клиент пьет кофе и берет аналитику с этой программы. Это, конечно, трудная задача для исследователей, которые занимаются вопросами компьютера, vision. И мы имеем несколько наших собственных алгоритмов, которые разработаны в Ярославском государственном университете. Мы участвуем в технологических конкурсах с другими конкуренциями, компаниями. Например, специальная конференция была проведена ВААМ, видеоаналитика для измерения аудитории, которая пройдет в августе в Стокгольме этого года. В августе в Стокгольме. У нас имеются также некоторые конкурсы вместе с Intel, проводимые, которые с Intel M Суиц, Турмеди, а также Нижний Новгород, Москва тоже присматриваются к этому рынку. У нас имеются четыре главных преимущества по сравнению с другим. Мы готовы использовать это. Мы можем установить вот эти, так сказать, в автомат эту систему подсчета лиц. Мы можем предложить полное облачное решение, можем использовать алгоритмы подсчета. Хотел бы получить деньги от облачной технологии. И у нас 27 лиц это решение, которое поможет вам быть ближе к вашему клиенту. Ваши технологии распознавания от перечисленных вами конкурентов на слайде. Вот от этих. А вы не из интелла случайно? Нет, я совершенно случайно независимый эксперт, который пару-тройку таких проектов уже консультировал. Смотрите, здесь мы уходим просто немножко в плоскость науки исследований и на самом деле сравнивать такие системы не очень просто. Я скажу, как мы делали это. Мы записали отдельный видеоклип искусственный и запустили программу Intel и свою программу real-time для того, чтобы можно было посчитать, сколько людей ходило, ну и кто эти люди. Ну и вдобавок мы знали, кто эти люди, экспертное у нас было мнение, и вот мы тоже переживали, что ну как бы вроде Intel здесь участвует, и зачем мы сюда пойдем, а на самом деле у нас результаты показались лучше, чем у Intel, и после этого мы взбодрились, но мы правда знаем, что ковиде оно немножко работает лучше, чем у нас, но мы их собираемся догонять. Очень сложно сравнивать, потому что все используют коммерческие версии и в науке не публикуются. Но тем не менее, я показал конференцию, то есть это интересный факт, что сама такая область претендует на некое новое научное направление. Можно вернуться к вашим конкурентным преимуществам? Вы указываете, что там wider angle камера. В каком смысле это? Почему это нельзя использовать с другими продуктами? В чем суть? Нельзя использовать просто потому, что здесь вопрос алгоритмический. Все, что есть сейчас, это камера, которая имеет очень маленький угол обзора, на самом деле алгоритм под это подстроено. И когда люди ходят, у нас сейчас спрашивают, а можно почитать людей в метро, где диджитал саймаш-панели тоже есть. Ответ по сути нет, потому что существующие на сегодняшний мобильные камеры, они имеют очень узкий угол обзора, и эти замеры будут неверные. Мы же изначально поставим алгоритмы под либо две камеры, которые 120 градусов затаскивают, либо то, что будет white angle ставиться. Кто ваши клиенты? Рекламодатели, рекламные агентства или измерительные компании, которые измеряют эффективность рекламы? Наши клиенты в принципе все компании, которые в своем железе, так или иначе, либо уже сейчас имеют камеру, либо будут ее иметь через некоторое время, это неизбежно. Окей, если больше нет вопросов, то спасибо. Спасибо за выступление. Последний проект в списке, но это не значит, что он не менее значимый. Wooden Shark, компания из Нью-Йорка, представляет проект TapTap, браслет для передачи прикосновений между близкими людьми. С помощью IP он может быть спортивным трекером или интерфейсом в играх. Добрый день. I'll speak in Russian, but I'll happy to answer questions in different languages. Буду говорить по-английски, но буду готов ответить на вопросы. По-русски на ответ. Первый уровень эмоциональный, это наше, собственно, как это, лицо рынка. Проект предназначен для передачи прикосновений между близкими людьми. Это могут быть влюбленные, это могут быть родители и дети, это могут быть взрослые люди и их пожилые родители. Позже я вам расскажу о том опыте, который у нас уже есть. Идея очень простая, соответственно, вы касаетесь одного браслета, второй браслет передает прикосновения посредством вибрации разного уровня интенсивности. Все это дело работает через Bluetooth с любым телефоном и поддерживаемый Bluetooth Low Energy и Bluetooth версии 2, чтобы работать с большинством имеющихся телефонов на рынке. Соответственно, дальше вступает в дело обычная интернет-коннективити. Вот как это все дело выглядит. Браслет состоит из сменяемого силиконового браслета и модуля, который вставляется внутрь него. Это, собственно, является одной из составляющих части нашей бизнес-модели, потому что мы планируем зарабатывать даже, наверное, не так сильно на самих браслетах, сколько на дополнительных аксессуарах, потому что люди хотят менять стиль, цвета, и это, в общем, мы легко позволяем делать. Вот примеры того, как дополнительных, соответственно, браслетов, как это может выглядеть. как это выглядит в реальной жизни. Браслет я могу показать после пич-сессии, у меня как бы можно посмотреть, разглядеть. Соответственно, технологически модуль представляет себя, можно сказать, типичный фитнес-трекер-браслет, но у нас основной упор использования идет именно на коммуникацию между близкими людьми. Единственное, что отличает, то, что у нас есть дополнительно еще гемокосной сенсор, которая распознает прикосновения легкие, которые не распознаются акселерометром или гироскопом. Вот. И, соответственно, есть вибратор. Но это, как бы, наверное, ничего такого нового я вам не скажу. Соответственно, переходим дальше. Есть мобильное приложение, но наша цель создать, собственно, интерфейс коммуникации, у которого нет интерфейса. Поэтому мобильное приложение вам нужно только один раз в жизни, когда вы соединяете браслет с вашим мобильным телефоном, и дальше все происходит. без использования мобильного телефона. В этом была, собственно, и суть идеи. В том, чтобы коммуникация происходила без дополнительных интерфейсов. Это просто экраны, показывающие, какой процент зарядки, и так далее, и так далее. Значит, интересный момент. Переходим ко второй части. Есть, соответственно, эмоциональная часть, это связь с близким человеком, есть рациональная часть. Мы поддерживаем API и SDK для разработчиков, соответственно, ищем партнеров, и уже есть партнерство с сервисами, которые предоставляют умные будильники, спортивные трекеры. Есть пару интеграций с играми для того, чтобы вы могли управлять жестами в играх. Это мы все отдаем на откуп нашим партнерам, и фактически цель, чтобы был такой встроенный каталог магазин приложений. Для совсем любителей технологий мы интегрируемся также с IFTTT, соответственно, вы можете с помощью жестов включать-выключать лампочки, открывать ворота вашего гаража и делать многое другое, что, собственно, позволяет сервис IFTTT. Это то, как мы видим нашу целевую аудиторию, но так как продукт первый, это все на самом деле 15 секунд наше предсказание. Планируем запускаться онлайн, продажами по всему миру в августе этого года. Сейчас договариваемся с фабриками и заказываем компоненты с длительным сроком доставки. Все, к сожалению, больше времени нет, но в режиме вопроса ответа. Спасибо за презентацию. Вопрос такой, есть ли какие-то идеологически близкие продукты, не обязательно в тех сфере, ну там, я не знаю, парная туалетная вода у парфюмеров, на которые бы вы смотрели паттерны развития, которые вы считали бы адекватными и на основании которых вы бы делали вывод, что это в принципе люди купят. Вот что-то такое. Продуктов на самом деле много и я просто приду пример, наверное, не совсем отвечая на ваш вопрос. Мы сейчас ведем переговоры с компанией Teddy Beer. Это такие, знаете, плюшевые медвежата. Соответственно, идея в том, что модуль, который будет выниматься, соответственно, из браслета, можно ставить в медвежонку, когда ваш ребенок его обнимает, вы получаете сигнал. Примеров много, как бы зацепиться можно за многие из них. Наверное, лучше, если мы с вами потом потратим пять минут, после пищи сессии я вам расскажу. Вы каким-то образом проверяли концепцию востребованности вот такого функционала? Да, значит, я просто пример приведу. У нас была тестовая сессия осенью прошлого года. Мы провели тестирование на парах и на самом деле, отвечая на один из интересных вопросов, который могут иметь коллеги из Intel, показали, что люди имеют куда большую лояльность к такому виду продукта, чем нежели, например, к фитнес-трекеру, потому что у фитнес-трекеров проблема, и люди их кладут на полку, а нашим продуктом люди желали пользоваться. Пример другой, что семья из Техаса, у них ребенок впадал в приступы паники, и наш тестовый образец позволил им избежать многих проблем. Вы планируете каким-то образом сделать поддержку получения информации с разных трекеров? То есть не то, что там два человека, например, а разные типы источников? Да, у нас открытая API, разные типы источников поддерживаются, но мы хотим сначала объяснить рынку основной use case, а дальше, соответственно, интегрироваться. То, что вы говорите точно в планах, но не на первом этапе, я думаю, в следующем году. Можно провести различие между отслеживаемыми жестами и отслеживаемыми. Жест – это дополнение к… И, конечно, мы здесь не номер один в распознании жестов. Мы стараемся избежать ситуации, когда у вас будет три различных. Если решить и тэп-тэп, но это не ключевая цель. Вы, учитывая, что вот такая история уже существует давно, у нас есть перспективная, видеть нашу цель создать взаимодействие. Уже было проделано много работы в этом направлении. Да, мы действительно подали заявки на патенты по этому направлению, и мы получим патент осенью этого года на наш продукт конкретно. На этом, дорогие друзья, наша сессия заканчивается. Большое спасибо всем проектам, которые приехали к нам из 13 городов. Большое спасибо жюри, которая внимательно высидела и оценки, наверное, всем проставила, я надеюсь. Следующая сессия будет вестись моим коллегам Иваном Киреевым, а сейчас технический перерыв. Всем спасибо. О компании «Концептор» из Киева или из Донецка я предлагаю вот здесь собрать всех коллег и сделать селфи. Продолжение следует...